Владимир Акимов, главный тренер команды Торпеды Владимир. Пожалуйста, Ваш комментарий по сегодняшней игре. Хорошая игра с нашей стороны. Считаю, что инициатива и по количеству моментов, наверное, мы все-таки превзошли соперника. Хотя, наверное, главный тренер хозяев может быть своем. Но я считаю, что мы были поближе к победе. Но, в принципе, игра моей команды мне понравилась. И мы были немножко посвежее. Все-таки после тяжелого графика немножко отдохнули пару дней. И по качеству было довольно неплохо. Не хватило только завершения. Хотя были определенные причины, чтобы нам не завершить. Ваша команда, тем не менее, забила два мяча, по мнению судьи, с положения вне игры. Как Вы прокомментируете эти моменты? Надо будет смотреть, естественно. Но мне больше не проблемы с незащитными мячами. Мне больше всего понравилось домашнее судейство. Четкое, чистое домашнее судейство. Все ауты, все спорные угловые, вся борьба в нашу сторону. Вот если бы нас так дома следили, я думаю, что у нас твоя очищка побольше. Ваш помощник, я так понимаю, успел заработать желтую карточку в сегодняшнем матче. Было ли это оправданным действием с его стороны, со стороны Вашей команды? Да, понятно, я как руководитель организации должен сказать, что оправданий нет. За нарушение надо нести ответственность. Вот он ее и понес в виде желтой карточки. Но претензий к нему нет. Несправедливые решения, естественно, вызывают реакцию. Поэтому мы показали свою реакцию. Нас наказали за это. Все, в принципе, правильно. Ваша команда приехала к матчу практически с корабля на бал. Это тактический ход или попытка сэкономить клубные финансы? Да, конечно, экономия. И, в принципе, держится не так далеко. Все-таки сегодня воскресенье, и дорога достаточно свободная. Поэтому за три часа мы добрались, и думаю, что здесь нет проблем. Три поражения в предыдущих турах наложили ли психологический отпечаток на действия Ваших игроков в хорошую, наоборот, в плохую сторону? Ну, вот я и говорю, что я доволен нашими действиями. Именно по той причине, что, да, мы могли ссылаться на какую-то усталость. Там на график, да, куклы у нас были, игры дополнительных чемпионатов. Вот, и какие-то там моменты были. Но сегодня я увидел, что команда готова, и психологически, и технически, и физически достаточно неплохо. Вот, немножко, еще раз говорю, нам завершения не хватает. Так, держать удар надо тоже уметь. Мы его пока держим, насколько я, и насколько мое мнение важно. Мы его держим, и в дальнейшем будем бороться к концу. Ваша команда опустилась в турнирной таблице на такие неприятные места. Остается ли при таком раскладе у Вас задача попасть в первую шестерку? Конечно, конечно, конечно. Это в любом случае задача, цель. Вот поэтому я и говорю, что много потеряно, но не все. Так что, постараемся, постараемся. Каждый матч как последний. Спасибо. Спасибо. Спасибо.